Друзья, ну а спонсором данного выпуска является компания автоспот.ру Это агрегатор всех автомобилей, которые представлены по Москве и Санкт-Петербургу И если ты, мой милый друг, сейчас рассматриваешь для себя покупку автомобиля То заходи на автоспот Почему? Потому что, первое, абсолютно бесплатный клиентский сервис Второе, ты сэкономишь кучу времени И третье, все автомобили есть в наличии Четвертое, только официальные дилеры Никаких серых салонов, никаких мошенников И пятое, самое главное, на мой взгляд Этот сервис абсолютно бесплатный для вас Если же вы еще с автомобилем не определились То рекомендуем подписаться на канал Автоспот ТВ Где ребята Настя с Димой детально рассказывают про новинки автопрома Они не автожурналисты, не автоблогеры А задорные ребята, веселые, которые любят автомобили Ссылки в описании Всем привет, друзья Сейчас будут на меня жаловаться Люся сейчас проводила пиар, лоббировала недорогие вещи Но для меня, что я имею ввиду Шапка 150-200 рублей Куртка эта дубленка 1000 или 1200 рублей на распродаже С 90% скидкой Да? Да А вот ботинки и часы как-то мне не идут Я говорю, как хорошо, что он так умеет найти Вроде и недорого, а смотрится стильно Недорого стильно, это не про него Это не про него, да Дорогое Стильно Нет, стиль нормально, ты что Стиль нормальный? Стиль, мы стиль Кстати, друзья, Новый год уже закончился А у нас тут елочка новогодняя Да, у нас там так красиво расписано Это знаешь, это как гжель Гжель, точно, точно У нас Тегуан в стиле гжель У нас будет лонг-версия, а также версия покороче И вот покороче, можно посмотреть на главном канале А если вас интересует весь полет нашей фантазии Если вас интересуют болтология, шутки, семейные отношения, харизматичность Какие-то дрязги и перебивания Харизматичность двух ведущих Тогда проходите по ссылочке в описании на наш второй канал Ребят, а кого интересуют не только Тегуан, но и все другие машины этого бренда, Volkswagen Можно пройти Концерна Да, концерна Volkswagen Можно пройти по ссылке на канал Нева Драйв Это канал исключительно про машины Volkswagen А мы поехали А мы поехали, друзья, посмотрим, как Тегуан Сейчас сам Костя помахал Прорычал на своем рендже Господи, мне кажется, все, мы снимем этот выпуск У нас будет миллион подписчиков Это был, знаете, это птица удачи синяя Кстати, птица счастья, она же синяя И вот он, синий рендж с Костей Промчался 2007 год Именно в этом году разработчики в концерне Volkswagen подумали, что надо бы сделать что-нибудь такое эдакое И сделали, и назвали его Тегуан Кстати, Тегуан с немецкого это в переводе два быстрых животных Это тигр и игуаны Не знаю, почему они назвали Тегуан Тегуана Друзья мои, вам придется разгадать ребус И, точнее, так скажем, разобраться в себе Прежде чем покупать этот автомобиль Ну, если вы хотите себе его купить Потому что великое множество Как двигателей, так и коробок передач В этом автомобиле Плюс еще комплектация И стоимость Поэтому и стоимость Очень большой разброс между минимальной комплектацией Миллион триста сорок девять И максимальной комплектацией Два миллиона триста девять тысяч рублей В минимальной комплектации у вас будет Передний привод Будет бензиновый двигатель С 125 лошадиных сил Собственно говоря, ничем не примечательна Механическая шестиступенчатая коробка передач В моем сознании Тут две максимальных комплектации Что я имею в виду Первый вариант Максимальной комплектации Это бензиновый двигатель На 220 лошадиных сил Это семиступенчатая мокрая DSG Машина, которая разгоняется За шесть с половиной секунд До ста километров в час Но, на мой взгляд, это исключительно Молодежный вариант Тегуана Почему-то Потому что это среднеразмерный кроссовер В конкурентах у него Хёнда Тюсон Хонда Точнее, Хёнда Тюсон Хонда CR-V Тойота RAV4 Ну, вот, в общем-то, понятен Класс автомобиля Соответственно, это семейные машины Поэтому вот наш вариант Два литра Сто пятьдесят лошадиных сил Есть тоже, условно говоря В максимальной комплектации За два Сто тридцать девять И здесь только будет стоять Двухлитровый дизельный На сто пятьдесят лошадиных сил двигатель И вот этот вариант автомобиля Понятно, что полностью отражает Философию именно семейного автомобиля Потому что у него достаточно резвые Показатели динамики Но не Но не поражающие Ваше воображение Порядка девяти и трех секунд До ста километров в час Начинается дизельный вариант Этого автомобиля От миллиона восемьсот Приблизительно Но есть еще средний вариант За приблизительно Миллион шестьсот Миллион семьсот Шестиступенчатый DSG Сто пятьдесят лошадиных сил Но бензин Я могу сказать, что много хрома Много хрома И это, ну, конечно же Конечно же, плюс И, конечно же, это относит его Ну, к такой даже некой премиальности Вообще, где-то у одного из обзорчиков Даже слышала о том Что Volkswagen Как бы метят В конкуренты к Lexus Ну, я не знаю, как бы Ну, Lexus это Lexus Volkswagen это Volkswagen Для меня как-то всегда Вот Volkswagen Он там на одном уровне с Toyota Это да Ну, конечно же, не Lexus Вот Опять, возвращаясь к внешности Мне Вот, как бы, мое мнение Не знаю Возможно, я еще Слишком молода Для этого автомобиля Я не знаю Вот меня он ничем не зацепил Друзья мои Что касается дисков Диски тут Не могу сказать, что они Какой-то вот безумной красоты Но они не отталкивающие То есть диски более чем Мне кажется, знаете Диски должны понравиться большинству И, кстати, достаточно интересный оттенок металла Мне нравится Он, знаете, такой Немножко затемненный И матовый Зеркала, как, знаете, уши Уши маленького суслика Друзья, двери Достаточно тяжелые Приятно открывать Хороший расхлоп Передние двери Также дверь прикрывает пороги Да, то есть Ваши ноги будут чистыми Когда вы садитесь Или вылезаете из автомобиля Ну и, конечно же Я не знаю Это, знаете, капитан очевидности Я, наверное, буду для вас Если скажу, что Залезать и вылезать из машины удобно Кто это там, да? Компактный кроссовер В общем-то, да Он действительно компактный Друзья мои Вот что касается задней двери Здесь могу сказать уже Что, вот, знаете Это расхлопа маловато Вот посмотрите Я переднюю открыла Да Максимально И заднюю тоже Я думаю, вы увидите То, что задняя дверь Она вот раскрывается Чуть меньше Хочется ее еще открыть Друзья мои Ну, потому что Volkswagen Tiguan Мне кажется, это все-таки Семейный автомобиль Вот как я сюда буду кресло засовывать Ребенка пристегивать Меня будет бесить Я потом, мне кажется Возьму в один прекрасный момент А у меня бывает такое Когда у меня плохое Я же не всегда улыбаюсь Я иногда очень в плохом настроении Я раз так эту дверь выломаю И будет стыдно И, представляете, в сервис Приеду с выломанной дверью Ух Кстати, друзья мои Клиренс 200 миллиметров И это неплохо Совершенно неплохо Багажник Максимальный объем Заявленный Volkswagen 615 литров Сейчас мы проверим Сколько же это В пище То есть мы сейчас Туда продукты питания Будем грузить И измерять Насколько большой здесь багажник Когда заднее сидение Разложенное 615 литров Здесь нету Но багажник Тем не менее огромный Продуктовый магазин Вы вполне можете проехаться На этом автомобиле Друзья мои Что касается Экстерьера нового Тигуана Знаете, я вот так вот Смотрю на него Смотрю весь день И вот его внешность Это, знаете, Как такой вот Мужчина Средних лет Абсолютно интеллигентный Это, знаете, Это немецкий интеллигент Такой с чемоданчиком В сером пальто Интеллигентном, не знаю, Головном уборе И к чему я это все К тому, что Эта внешность Подобный экстерьер Он никогда вам не надоест Это как раз вот Как такой плюс Подобных автомобилей Да, возможно, У него нету Каких-то ярких Отличительных особенностей Да, и в общем Дорожном потоке Вы не всегда узнаете Кто это там Тигуан Или Туарег Или еще кто Но, по крайней мере, Зато не будет такого Что, знаете, Ездите вы, ездите И вы понимаете Господи, как надоел мне он Этот кричащий экстерьер Вот здесь такого не будет А чему тут надоедать? Друзья мои, ну посмотрите Вот, по-моему, все, знаете Все лаконично Все более чем Сдержано и хорошо Как говорят это Кратко сестра талантов И тут это, знаете, Это автомобиль Тайного агента Да-да-да Или детектива Тут очень хорошая Камера заднего вида Тут не только большой экран Это тоже, понятно, удобно У камеры Очень хорошее разрешение И вполне адекватно Работают сейчас Под парктронникой Мне очень руль понравился Выглядит прям отлично Хочется скорее за руль сесть Друзья мои Если бы мы себе брали Этот автомобиль Я бы точно искала Комплектацию Где нет вот этой ткани Да, ткани приятные На дверцах Потому что, вы знаете Постоянно вот трогаешь Это рукой Но это очень неприятно Одно дело Когда неприятный потолок Ну какой он тут и есть Покрытие потолка Но это на многих машинах Но потолок Ты не сидишь Целыми днями Не наглаживаешь Ну если, конечно же У тебя не алькантара А все-таки руку Ты частенько держишь Именно здесь И хочется, чтобы тут было Что-то поприятнее Чем эта ткань Кстати, знаете, что могу сказать Вот особенность данного интерьера Мы когда сели только в автомобиль Мне показалось, что тут как-то Ну вот уж слишком, знаете Не броско Но вот знаете, какой плюс Данного интерьера Такой, что вот потом Ты к нему привыкаешь И тебе кажется, что все хорошо Взгляду не за что зацепиться То есть этот интерьер Он абсолютно не привлекает На себя внимание У подлокотничек есть Да, есть вот такой вот Есть подлокотник Такой подоконник, да Слушай, ну вот эти 9,3 секунды До 100 км в час Не шибко ощущаются В этом автомобиле как-то Вообще не ощущается Медленная машинка Но в спорт режиме подинамичней Вот здесь вот Кстати, это углубление прорезинено И это хорошо Все, телефон удобно Да, можно телефона Взял, вот так вот положил И будет все Ему будет комфортно То есть не побьется Видите, какое красивое зеркало Без окантовки Без окантовки Как я люблю Простая обивка Но я имею ввиду Поддержка тут есть Прямо такая боковая Поддержка боковая Замечательная Но вопрос не в этом Ты посмотри, какой красивый рисунок Он повторяется на Этих, на ковриках И на фонарях задних А коврики тут, представляете, скользкие Мне это вообще даже скользко Слушай, ну они молодцы Слушай, они заморочились На эту угловатость Вообще во всем И в рисунке ковриков В рисунке сидений В рисунке фонарей задних Передних фар Матвей, ну они подумали Как мы обоснуем эту сцену Как мы обоснуем эту сцену О, давайте сделаем везде углы Согласен Они скажут, что это крутой дизайн Как раз для таких водителей, как я Для каких? Поясню Которые не любят Быстрые езды Ну, я бы не сказал Эта машина ездит 220 лошадиных сил И там 6,5 секунд Подожди, как? Ну я конкретно Задняя подвеска отлично проходит А передняя, как что-то громыхает Не могу понять Пробивает подвеску На лежачих полицейских Локсом ударился под локом Не, ну я его очень высоко поставил Лученька Давай его себе сделаю Тебе он все равно не нужен Блин, Матвей, ты меня напугала Слушайте, мне нравится Мне прям хорошо так сурдается Не трогай ее, я тебе сказал Парень, блин Смотри, блин Все, блин Слушай, хватит мне отвлекать От дороги, а Как это, как камень просто Заметила педаль тормоза Да, прямо носом так Она в самом начале Начинает срабатывать Это очень неприятно, кстати говоря Нормально Но, нет, мне не нравится Но ход у машины очень Вон, слышишь, бывший Тигуан Не бывший, а прошлый В смысле Бывший Тигуан Нет, вот это, конечно, гораздо Нет, тачка Да, просто вообще, конечно Утконос Вообще, утконос Эта машина вот точно стильная А нет, она, кстати, стильная Да Еще мне нравится руль Я его дергаю Дергаю в разные стороны А он, понимаешь Идет по заданной траектории Так сказать Да ну, Люся Короче, знаете Да там нормально Не, руль-то нормально Озывчивый Ну, что ты придумываешь? Нет, просто ты говоришь Вот ничего не происходит Пристань меня сейчас Остановишь Ну, мы сейчас поставили спорт Сейчас Люся оценит То есть в D-режиме Скукотень Нормально Ну, то есть правильная Правильная Скукотень для Люсеньки Для Люсеньки Сейчас мы будем Сейчас мы будем делать Сейчас мы будем делать Значит, смотрите Маршрутку Смотрите, блин Я сейчас видела Такой вожделенный взгляд На Тигуан или на меня? Да, на Тигуан Блин, Матвей Вот это типичный Типичный Обладатель Газпол Газпол Слушайте, смотрите Я всех сделала Не, ну, слушай Ну, до динамики хватает Правый поворот Он прямо так вообще-то Сейчас уже было 95 Да, да Ну, боятся, что не ощущается Слушайте, вообще-то нормально Ну, куда, направо? Да, но это в спорт режиме Видишь, он обороты не скидывает Вот я сейчас в обычный поставил Все, ой, слушайте Смест он, конечно, такой бодренький Да, да И звучит, кстати, хорошо Это реально странно Что именно? После езды на этом новом Тигуане После того, как я побывал в салоне Все это посмотрел, пощупал Я стал как-то более... Ты пожалел, что мы Каен нашу продали? Это я давно пожалел Я понял, что... Что? Нет, откровенно говоря Я не понимаю, кто покупает такие машины за 2 миллиона Друзья мои, мы пока настраивали Мы даже воспользовались комплектацией Матвея Он тоже тут посидел сам за собой И места более чем достаточно Ну, а для меня так тем более Друзья, что у нас тут есть? У нас у пассажиров задних диванов Есть возможность сделать вот такой вот столик себе И перекусить Тут даже любезно нарисовали стаканчик Тут есть розетка 12 вольт Также есть собственный климат-контроль Дефлекторы, которые можно направить Потоки воздуха А также их можно принудительно выключить вообще Возможно также подогрев сидений в трех уровнях Причем сидения нагреваются очень быстро И здесь у нас своя собственная зона климат-контроля С дисплейщиком, который показывает температуру на борту Друзья мои, также у нас есть подлокотник Который оснащен двумя, а даже я вам скажу больше Даже тремя подстаканниками Два больших и один посерединке поменьше Друзья, а также в качестве бонуса Для тех, кто любит передвигаться на дальние расстояния Тут очень удобный наклон у спинки сидения Действительно, вот прям хорошо Мужи и жены, мальчишки и девчонки Поведать выводы хочу я вам про эту машину замечательную Которая перемещала нас в пространстве города Петербурга Сегодня целый день Которая иногда дарила положительные эмоции Иногда совсем удивляла это неприятно нас Какой-то для меня излишней резкой настройкой педалью тормоза Которая в дерготню приезжает, некоторое движение твое плавное В какое-то хаотичное брауновское движение тебя превращает У машины очень стильный экстерьер Не сбоку Спереди и сзади Давайте так, откровенно Ну, чтобы очень можно было поставить приставку Поэтому диски другие Те, которые еще раз покажем вам Вот такие диски Обязательно, тем более они есть для Тигуана Только такие диски Для кого эта машина? Эта машина не для меня Но не только эта машина не для меня Я искренне не понимаю Зачем покупать за 2 миллиона Среднеразмерный паркетник новый Ну, не понимаю я Я человек красные макосины Это тот человек, который лучше купит за 2 миллиона Ну, другой тип Совершенно другой тип автомобилей Вот Более быстрые, более резвые Более ломучие Старые Ну, вот такой я человек Вот Но Если у вас Если вам действительно, мне кажется, 40+, А то, может быть, и 45+, Либо вы просто сам по себе не экстраверт Никаким местом То, скорее всего, вам эта машина может понравиться И она вам доставит кучу эмоционального удовольствия И удовольствия от вождения Хотя я сейчас наврал Если вы не экстраверт То машина вам, в принципе, не доставит никакого удовольствия Но не она будет в этом виновата Потому что вы машину используете только как средство передвижения Исключительно с пункта А в пункт Д, Б, С и так далее Все Для вас не нужно Вы не будете приходить вечером с работы Пить кофе, идти за продуктами в магазин И еще кружочек навернуть на машине Но не будете вы так делать А я буду Поэтому Если когда-нибудь меня кто-то заставит купить Вот только Тигуан и все Но я исключительно буду выбирать, естественно, бензиновую версию 220 лошадиных сил Вот там динамики уже достаточно И в случае, когда у вас 6 секунд плюс-минус до 100 км в час Вы еще можете его чипануть И у вас будет 5 секунд до 100 км в час Посмотрел у Антона Воротникова То в этом случае 40 тысяч рублей добавляете Короче, в этом случае, конечно же Эта машина становится совсем другой Это уже не скучный автомобиль Не плавный, а он резкий, динамичный И молодежный А еще самое главное Не в белом цвете Эта машина действительно в экстерьере Она симпатичная И на тестах я видел тачки синего цвета Такой небесно яркий синий цвет Не очень мужской Но для девочки сойдет Друзья, знаете что? Если сравнить мое мнение об автомобиле в начале Когда мы только представляли его и сейчас То это кардинальная разница И в лучшую сторону А знаете, что тому послужило? Ну, во-первых, конечно же Не скрою, мне понравилось за рулем А что именно мне понравилось? Да то, что когда Тигуанчик и я Слились в этом едином тандеме Любителей нерезкости Вот так вот, да? Когда все предсказуемо Чинно, размеренно Вот так вот, знаете Вот Матвей, допустим, мне очень нравится Как я говорю Он говорит, что Почему ты так медленно говоришь? Он мне говорит Почему ты так медленно едешь? Почему ты такая? Почему это? И это вот Тигуан Он тоже самое ему все говорил Он говорит Все, вот, почему он такой медленный? Слушай, ну потому что такой Вот, знаете, это для каждого Собственно говоря, свои игрушки Вот мне бы эта игрушка подошла Почему нет? А второе Почему мне он, как бы, знаете Знаете, у меня к нему прямо поменялось отношение. Я думаю, тут девушки меня особенно поймут, потому что мужчины вряд ли испытывали вот на себе, знаете, такие-то слюнявые вожделенные взгляды. Я думаю, вот женщины, красивые женщины испытывали и не раз. Ну так вот, когда я ехала на этом автомобиле, то я почувствовала этот взгляд два раза. Причем, знаете, тест мой был короткий, я где-то ехала буквально полчаса, и не самый час пик, то есть не так много машин. Но два раза я просто, знаете, встрепенулась аж, потому что я почувствовала эту волну, но не на себе, а на, знаете, это люди хотели этот автомобиль. И причем, знаете, что первый, что второй раз, это был мужчина, вот такая портрет, да, целевая аудитория. Мужчина 45+, один вообще, по-моему, на маршрутке ехал, водитель маршрутки, второй там не посмотрел, на каком автомобиле. Ну то есть в основном это взрослые мужчины, они ну просто пожирали Тигуан глазами. А при том, у нас еще, видите, он весь, собственно говоря, разрисованный, что это тестовый вариант, что это новый Тигуан. И поэтому, конечно же, люди обращают на него внимание в потоке, и обращают, и хотят. Так что, друзья, мой автомобиль, безусловно, имеет место быту, знаете, это каждому свое. Вот кто-то из вас, допустим, и мой сегодняшний наряд сочтет слишком скучным и неинтересным, да, это черное кожаное пальто. А для кого-то это будет, ну, более чем интеллигентный петербургский образ. Вот тоже самое этот автомобиль. Для кого-то он будет скучен и вообще непонятен, как бы, в чем его предназначение, да, а кто-то увидит в этой лаконичной интеллигентности своего железного друга. Друзья, тест-драйв наш подошел к концу. Напоминаю, обязательно ставьте колокольчик. Нет, ставьте лайки и нажимайте колокольчик. Да, да, да. То, что вы подписались, я надеюсь, это вы уже произвели процедуру. И на второй канал тоже, там будет лонг-версия, это короткая, а будет полная версия этого тест-драйва. Пишите обязательно комментарии, очень мало комментариев. Нет, ребят, только не надо писать, вы отстой. То есть вы отстой, потому что... Кстати, знаете, что... Вы классные, потому что... Вот, кстати, имейте в виду те, кто пишет, что мы отстой, что мы там... Ну, не хочу повторять эти слова. И за вас, друзья, нам не дали недавно мерс на тест. Нам сказал, короче, какой-то дилер, не буду его назвать, что он говорит, мы вам не дадим мерс, потому что у вас очень много негативных комментариев. А дело в том, что мы не чистим комментарии, чтобы вас не обижать. Ну, если вы хотите творить и писать... Ну, дилер сказал, что на них и так очень много комментариев негативных в интернете. Да, и они не хотят еще на каналах, где есть негативные комментарии. Они говорят, идите сначала свои комментарии почистите. Как обычно мы это делаем? Ну, мы не стали, короче. Мы не стали чистить. Потому что вы нам, друзья, дороже, чем какой-то тест мерс. Друзья, на самом деле, смотрите, здесь... Да, короче, ладно, слушай, ну что? Ну что, что, что? Смотрите, нормальная семейная машина. Мы извиняемся, что мы не сделали тест полноценный багажника вот в таком интересном формате. Да, да. Просто два пирожка туда кинул, Матвей. Потом он их съел. Я это посмотрел. То есть, знаете, сравнительно... В первом выпуске топ-гера нормального, когда он уже видоизменился, Кларксон так тестировал. Он поехал из Англии куда-то, по-моему... Я не помню, куда он, короче, поехал. И там он тестировал тест багажника алкоголем. Сказал, я сейчас затарюсь для вечеринки алкоголем, он сказал. И положил туда баночку. И положил туда маленькую, самую маленькую бутылочку алкоголя. Ладно, ребята, я побежал. Надо еще машину снять. Пока-пока. Пока, друзья, пока. Пока.